Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч второго тура Лиги Наций Израиль-Словакия. Статистика команд. Израиль в последних 10 играх отыграл 7 раз на обе забьют да и 7 раз на тотал больше. Последние 5 домашних матчей Израиль отыграл на обе забьют да. Словакия в последних 10 играх 7 раз играла на обе забьют да и 6 раз на тотал больше. Последние 3 выезда Словакия отыграла на обе забьют да и тотал больше. Как видим, и команды в последних играх склоняются к результативным матчам, в которых забивают обе. В первом туре Лиги нации Израиль сыграл 1-1 в Шотландии. Статистические цифры говорят о примерно равной игре. Однако гости куда острее действовали в атаке, но пропустили гол первыми. Совсем необязательный пенальти был заработан в концовке первого тайма. И Кристи точно пробил верхний угол бород. Во втором тайме Израиль серьезно прибавил и добился таки своего. Вон на 73-й минуте у гостей прошла классная комбинация в стенку и пасом пяткой, который завершил кушечным ударом за Хави. На последних минутах хозяева могли добыть победу грубо ошибся Марциана, выкативший мяч на ногу сопернику, но сам же и исправил свою ошибку, накрыв мяч пятой точкой. Сборная Словакии по всем статьям проиграла первым матч Чехам, забив гол престижа только под занавес поединка. Гости, начиная с середины первого тайма, разрывали оборону хозяев и не забили лишь благодаря самотверженной игре Грейфа. Однако, по иронии судьбы, ошибка словацкого вратаря в дебюте второго тайма привела к голу в ворота хозяев. Через пять минут гости зарабатывают пенальти, а на 86-й минуте проводят красивую комбинацию, делают счет разгромным. Шран спас Словакии от сухого поражения, забив очень красивый гол, который, увы, ничего не решал. Последний раз Израиль и Словакия встречались в Товарняке в 2014 году. Словакии выиграли 3-1. Если отталкиваться от увиденного в первом туре, то, конечно же, хозяева идут фаворитами на предстоящий матч. Буки такого же мнения, считая, что Израиль должен выиграть в низовом матче где-то в районе 1-1-0. Однако, такой счет явно не вяжется со статистикой выступлений команд. Израиль дома, а Словакия на выезде в последних матчах играют на тотал больше и обезобьют да. Учитывая стиль игры команд, трудно ожидать низового матча в игре, который по факту является такой себе тренировкой с повышенной степенью ответственности. Учитывая высокие коэффициенты на тотал больше и обезобьют да, данные ставки являются очень интересными на предстоящую игру. Израиль две свои последние игры отыграл на тотал меньше, что значительно повышает вероятность результативной игры. Что до победителя матча, то здесь однозначно сборная Словакии будет играть в немного другой футбол и рассчитывать хозяевам на легкую победу не стоит. Если выбирать между победой Израиля за 2.07 и не проигрышем Словакии за 1.77, то, пожалуй, предпочтение можно отдать второму варианту. Последний раз Словакия проигрывала два матча подряд в конце 2018 года, и это был единственный случай за последние три года. Израиль дома, как правило, забивает. В последних восьмидовышних матчах Израиль неизменно забивал. Таким образом, у дядь Юры получилась на этот матч связка ставок Тотал Большего без Абьюда Х2. Самый высокий коэффициент стоит на Тотал Больший 2.31, но без Абьюда стоит 2.00 на Х2 1.77. Если выбирать из предложенной троицы, то, пожалуй, золотая середина в виде обе Забьюда будет самое то. Коэффициент достаточно высокий, и эта ставка цепляет вариант 1.1, который вполне реален на предстоящую игру. Однако у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все, дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи, будьте здоровы и болейте только за свою любимую команду. Субтитры сделал DimaTorzok